Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Алексей Сергеевич Осипенко. Я генеральный директор тренингового центра Живое Слово. Бизнес-тренер, преподаватель ораторского мастерства, консультант в вопросах личной эффективности и корпоративного обучения. Занимаюсь публичными выступлениями порядка 12 лет. В числе моих слушателей были дети от 5 лет, школьники, студенты, солдаты, бизнесмены, бизнес-тренеры, учителя. Сегодня я расскажу вам, что такое ораторское мастерство, как развить в себе его навыки и как применять их на практике. Однажды я спросил себя, как можно помочь начинающему оратору быстро достигнуть хороших результатов, чему нужно его учить? В ответ на этот вопрос родился курс, который посвящен развитию голосового аппарата, мышления, стилю преподавания и уверенности в себе. Сегодня я поделюсь с вами самыми интересными, практичными, полезными истинами с этого большого курса и мы попробуем им освоить большинство из тех, которые я буду вам предлагать. Провожу я тренинг в одной фирме для продавцов и обнаруживаю, что один из участников плохо говорит, у него плохая дикция. Я подхожу к нему так ненавязчиво и говорю, извините, пожалуйста, вам неплохо бы поработать со своей дикцией, ее нужно подтянуть. Он смотрит на меня, извините, обалдевшими глазами и говорит, у меня хорошая дикция. Это я к чему? Люди обычно не замечают и не осознают, что у них проблемы с речевой деятельностью. Даже если они говорят дрожащим голосом, даже если у них плохая дикция, даже если у них абсолютно путанное изложение мысли. Как вы думаете, если человек плохо говорит, это мешает ему продавать, управлять людьми, вести переговоры, проводить презентации, признаваться в любви, решать конфликты? И как вы думаете, что нужно изменять вам, чтобы улучшить качество речевой деятельности? Вот сегодня мы будем говорить именно о том, что же нужно делать, что нужно развивать и от чего нужно избавляться. Темы, которые мы будем обсуждать, они следующие. Первая – это основы успешной речевой деятельности. Вторая тема – это секреты успешного взаимодействия со слушателями. Третья тема – способы влияния на аудиторию. И четвертая тема – качество и техники хорошего оратора и рассказчика. Итак, первая тема – основы успешной речевой коммуникации. Что такое основы? Это нечто, что закладывается сначала, и на этом возводится все остальное – здание, или система картина мира, все что угодно. Основы. Поэтому для начала заложим основы. На чем же основывается успешная речевая коммуникация? Общее понятие. Давайте рассмотрим общее понятие успешной речевой деятельности. Обратимся к некоторым научным терминам. Успешная речевая деятельность. Что это такое? Куда мы стремимся? Что такое деятельность в принципе? Деятельность – это набор действий, направленных на достижение определенной цели. Что такое успешная деятельность? Это деятельность, которая приводит меня к достижению поставленной цели. Таким образом, что такое успешная речевая деятельность? Это деятельность, совершаемая моей речью и с использованием речи, которая, в свою очередь, приводит меня к чему? К достижению моей цели. Успех неотделим от понятия цели. Поэтому, первое, для того, чтобы вы могли эффективно общаться с людьми, необходимо научиться ставить цели. Цели своего общения, цели своего выступления, цели своей речевой деятельности. Ответьте на такой вопрос. Давайте даже поиграем немножко в психологов. По отношению к каким частям человеческой личности могут быть направлены мои цели как оратора? Например, если я преподаватель античной литературы на филологическом факультете. Я учу студентов вот всему этому пласту знаний. Какая у меня цель? За что мне, как преподавателю, платят деньги? Что я хочу от студентов? Я хочу, чтобы они научились, чтобы их знания расширились, их картина мира изменилась, чтобы их внутренний мир обогатился. Моя цель это их просто научить. А теперь давайте посмотрим на другого человека. Представьте себе, что я юморист. Вы собрались меня послушать, а я собираюсь вас. Скажите мне, если я юморист, мне есть интерес, чтобы вы запомнили мои анекдоты? А хочу ли я изменить ваши жизни радикально? Нет. Если я юморист, то моя цель это рассмешить вас. А рассмешить вас это означает воздействовать на ваши эмоции, на ваши чувства. Если у преподавателя цель научить, то у такого представителя ораторского цеха, как юмориста, рассмешить, воздействовать на эмоции. Цели совершенно разные. А если я провожу презентацию для ответственных людей в компании, презентацию тренинга, и вот я рассказываю людям, как это важно, как это хорошо, как у них все в жизни изменится, когда они меня пригласят. Скажите мне, какова моя цель? Хочу ли я научить этих людей за время своей презентации чему-нибудь новому? Хочу ли я развеселить их? Или чего я на самом деле хочу? Представьте себе, что означает заказать тренинг компании. Это значит изменить расписание сотрудников, подготовить класс для проведения занятий, может быть выехать все вместе за город. Это поделиться деньгами с тренером в конце концов. А что это такое? Это называется поведение. Когда я провожу презентацию, я не хочу научить или развеселить. Я хочу изменить поведение людей. Это третья цель. Итак, у нас всего три цели. Мы можем учить, мы можем воздействовать на разум, соответственно, мы можем воздействовать на чувства, и мы можем воздействовать на поведение. Если разум, то это знание, если чувство, это настроение, если поведение это воля. Итак, осознавайте свои цели. А сейчас, когда я закончу вопрос, нажмите паузу и в рабочих тетрадях выполните следующее упражнение. Подумайте, в каких коммуникационных ситуациях вам приходится принимать участие, то есть где вы говорите с людьми, и какие цели вам нужно достигать внутри каждой отдельной ситуации. Замечательно. Теперь вы, я надеюсь, лучше представляете себе общую картину ваших речевых взаимодействий с людьми. Дальше мы поговорим о целях, но только с другой стороны. Если чувство разума и воля, это относится к нашему слушателю, то какие цели я, как оратор, могу достигать во время своего выступления по отношению к самому себе? И, соответственно, какие цели я рекомендую поставить перед собой вам на время обучения, чтобы в конце вы могли именно этого для себя достичь? Первое, что необходимо делать, когда ты выступаешь, получать удовольствие. Если вы научились получать удовольствие от выступления, вы 100% будете хорошим оратором. Что касается меня, я могу быть в любом настроении, унылый, уставший, депрессивный, но все это только до того момента, когда я подхожу к классу. Когда я выхожу на аудиторию, я знаю, что в этом месте я получу кайф, потому что выступать это очень приятно, получать удовольствие. Почему приятно выступать? С чем связано удовольствие в момент выступления? С таким понятием, как самовыражение. Вот посмотрите, с чем в принципе связано самое большое полноценное удовольствие в жизни людей? С самовыражением. Когда я что-то сделал, когда я что-то, я как-то себя проявил, нарисовал картину, это дело все признали, я сыграл какую-то роль в фильме, я построил дом в конце концов. Это самовыражение. Проще всего, самый короткий путь самовыражения, это говорить. Говорить красиво, говорить понятно, говорить интересно. Поэтому, когда я самовыражаюсь, я и получаю удовольствие. И еще есть одна вещь, которая неразрывно связана с публичными выступлениями, с ситуацией, когда я говорю с людьми, это саморазвитие. Речь, она неотъемлема от моей личности. Если я что-то говорю, то я говорю то, что у меня внутри. И, соответственно, меняя свою внутренность, я изменяю свою речь. И меняя свою речь, я определенным образом влияю на свою внутренность. Поэтому каждый раз пусть вызов измениться радует вас. Выходите говорить, нервничайте, не знаете, что сказать. Но это вызов. Вызов, чтобы стать лучше. Вызов, чтобы чему-то научиться. А теперь перейдем к следующему пункту. Мы с вами в целом сейчас говорим об основах успешной речевой коммуникации. Об основах, о том, что лежит в основании. Мы уже сказали про важность постановки цели. А теперь мы поговорим о следующем явлении. Сам по себе оратор. Он меняется в процессе своего профессионального становления. И он, собственно говоря, и является основой своей речевой деятельности. Какие семь этапов проходит человек по мере становления своего ораторского мастерства? Я выделил семь этапов, проанализировав себя, проанализировав людей, которых я знал и которых я знаю. Каждый этап или каждая ступень становления оратора связана с тем, что человека больше всего волнует в момент его выступления. Смотрите. Первая ступень. Звучит так. Я говорю. На первом этапе человеку больше всего радостно от того, что он просто говорит. Потому что было время, когда он молчал. Было время, когда он смотрел на других ораторов и его бросало в дрожь от одной мысли, что он тоже сможет выйти и что-то говорить. И теперь он говорит. И это уже приносит ему достаточно много адреналина и эйфории. Но это только первый этап. На втором этапе или на второй ступени становления человек начинает задумываться вот еще о чем. Я долго говорю. Уже важно сколько времени. Пятнадцать, тридцать минут, час, полтора часа. Вот время говорения начинает волновать, начинает интересовать. Ты слушаешь людей, которые говорят целый день. И ты восторгаешься и думаешь, как это вообще возможно? Ну я хотя бы двадцать минут уже могу говорить. Третья ступень. Я понимаю, о чем говорю. Рано или поздно я себя спрашиваю. Я говорю уже полчаса. Но о чем? Собственно говоря, я говорю. Какая моя цель, в конце концов, от того, что я здесь делаю? В том, что я здесь делаю? Итак, первая ступень. Я говорю. Вторая. Я долго говорю. Третья. Я понимаю, о чем я говорю. Четвертая ступень. Я осознаю, как я это говорю. Уже пришло время учиться стилю преподавания. Только на четвертой ступени человек может учиться тому, как правильно вести себя перед аудиторией. Как эффектно выглядеть. Он задумывается о своих жестах, о своем голосе. Задумывается вообще, как он одет, в конце концов. Это четвертый этап. Но все четыре этапа, друзья мои, это полное дилетантство. Если мы только на них, то мы пока дилетанты, как ораторы. Итак, пятый этап. Что такое пятый этап или пятая ступень становления ораторского мастерства? Слушатели меня слушают. Представьте себе, как это может выглядеть. Вот человек, он работает над собой, он говорит, он говорит долго, он о чем-то говорит. Он даже начинает как-то себя правильно позиционировать. И вдруг он обнаруживает, что его кто-то слушает вообще. Появляются слушатели. Раньше их не было. Не до них было, в конце концов. Но теперь вы видите слушателей. И вы себя спрашиваете, а интересно? Эти люди меня слушают? Этим людям интересно со мной общаться? Шестой этап ораторского мастерства, это следующий. Слушатели меня понимают. Да, люди на меня смотрят. Да, люди кивают мне головой. Да, люди аплодируют мне, когда я закончил. Потому что я научился хорошо говорить. Потому что я знаю, как держать их внимание. Потому что я знаю, как раскачать их эмоции. Потому что я знаю, как развеселить их, в конце концов. И они в конце аплодируют. Но вопрос задает себе более-менее зрелый оратор. А они вообще чего-то поняли? Они чему-то научились за это время? И вот теперь мы переходим на седьмую ступень. Седьмая ступень. Там вообще это все уже не волнует. Мы это все уже проехали. Мы все это уже умеем делать. Осталось выяснить только одно. Жизни слушателей меняются из-за того, что я с ними разговариваю. Что происходит? Что приношу я людям, когда я говорю? Ведь ораторское мастерство, это серьезнейший инструмент. Влияние на жизни людей. Я поговорил с людьми. У них были проблемы. Они ушли. Меня выслушали. Интересно, получили ли они ответы? Нашли ли они ключи к решениям своих проблем? Знают ли они, что теперь сделать? И сделают ли они это? И если я на седьмой ступени, именно это меня волнует. Именно в этом моя цель. Я здесь не развлекаю людей. Я не шоумен. Я не артист. Я оратор. Это больше, чем ведущий телепередач. Это больше, чем ведущий юмористических передач. Это больше, чем артист. Оратор. Это человек, который влияет на жизни других людей. Итак, снова после того, как я закончу вопрос, сделайте паузу и подумайте, на какой ступени ораторского мастерства сейчас находитесь вы? Где вы? Осознайте себя, пожалуйста. Теперь наше понимание общей картины, ваше понимание еще более полное. Идем дальше. Что еще необходимо понимать, знать, учитывать, закладывая фундамент успешной речевой коммуникации? Назовем это распространенные ошибки. Дело в том, что есть некие общие проблемы, которые объединяют всех неопытных ораторов. И даже опытных время от времени. Первая проблема, которая может возникнуть у вас или у слушателей с вами, это ваша неподготовленность. Люди выходят говорить, ожидая, что что-то придет в голову в процессе говорения. И не готовятся. Это очень распространенная ошибка, о которой нужно знать и которой нужно избегать. Готовьтесь к своим выступлениям. Готовьтесь к своим выступлениям. Вторая ошибка, которая свойственна людям, это монотонность. Когда все говорится на одной ноте невыразительно, полуубаюкивающим голосом, может быть очень громким голосом, но все еще на одной ноте монотонно. Третья ошибка, торопливость. Иногда выступающие очень торопятся. Может быть это связано с их темпераментом. Это моя, одна из моих ключевых ошибок или ключевая моя проблема. Моя супруга, постоянно слушая мои выступления в том или ином месте и ситуации, говорила, слушай, ну не надо так торопиться. А я же не могу, мне так надо много сказать, поэтому я тороплюсь. Но не надо торопиться. Четвертая, очень распространенная ошибка, это непоследовательность. Когда человек скачет с одной мысли на другую, возвращается к той, которую начал когда-то, но не закончил, потом переходит к третьей, и таким образом слушатель пребывает в некотором полугипнотическом состоянии, потому что его органы слуха раздражаются, но идея никакая не прослеживается. Итак, непоследовательность. На самом деле, то, что мы будем говорить ниже и дальше сегодня, направлено на то, чтобы помочь избавить, избавиться нам всем, собственно говоря, от этих ошибок. И даже от многих других, о которых я сейчас пока что не говорю. Делаем следующий шаг. Мы все еще говорим про основы, про основы успешной речевой коммуникации. Что же лежит еще за эффектным выступлением, за тем, что произвело впечатление, за тем, что воздействовало на жизни людей? Подготовка. Подготовка, подготовка и подготовка лежит за вот этим эффектом. Что же входит в подготовку? Выделю всего три пункта, а потом постепенно мы увидим, как они раскрываются в процессе. Первое – это сбор информации. Выбираете тему, определяетесь с целью своего выступления и начинаете собирать информацию. Собираете много информации. Но я делаю каким образом? Я сначала думаю, что я сам, я сначала вспоминаю, пытаюсь раскопать внутри своего опыта и знания ту информацию, которая у меня уже есть. После этого я начинаю читать книги, спрашивать у узнающих людей, собирать информацию. Собираю много информации. Следующий этап после сбора информации – это анализ. Я начинаю эту информацию раскладывать по полочкам. Анализировать – значит разделять. Я отделяю вот это относится к этому, это к этому, это к этому. В итоге проанализировав все, у меня есть несколько кучек информации. И теперь я в соответствии со своей целью выбираю нужные кучки и синтезирую их непосредственно в само послание, в само выступление, которое я буду говорить. Итак, три шага – это сбор информации, анализ и синтез. Вы видите в своей рабочей тетради картиночка. Давайте потренируемся в анализе. Что такое анализ? Я уже сказал, разделять, выделять составные элементы. Вот выделите, пожалуйста, 10 составных элементов, 10 качеств или 10 свойств той картинки, которую вы видите. Вот так в столбик их перепишите. Итак, второй блок нашего семинара – секреты успешного взаимодействия со слушателями. Если взять на каждый секрет, дать по одному слову, то это будет звучать примерно так. Первый секрет – это ясность. Постарайтесь говорить ясно, понятно, чтобы люди вас понимали, чтобы люди вас не переспрашивали. Второй секрет – это интерес или заинтересованность. Людям должно быть интересно общаться с вами. Не просто сухое изложение фактов, не просто какие-то теоретические схемы, а интересно должно быть. Третий секрет успешного взаимодействия со своими слушателями – это практичность. Покажите людям, как это использовать в жизни. Четвертый секрет – это наглядность. Не просто говорите, показывайте, рисуйте, что-то делайте еще, используйте мультисенсорный стиль воздействия. Мультисенсорный – значит, на сразу много органов чувств надо воздействовать, когда мы говорим. И пятый секрет успешного взаимодействия со своими слушателями – это контактность. Не просто говорите, спрятавшись за столы, умные фразы, непрошибаемый вид, а контактируйте с аудиторией, постарайтесь наладить с ними контакт. Это пять секретов. Сейчас мы будем говорить о них более подробно. Для того, чтобы, в принципе, построить отношения, нужно знать, с кем ты имеешь дело. Был такой случай, смешной, на мой взгляд. Довелось мне выступить в Кировской сельскохозяйственной академии на уроке по философии. Тема была о смысле жизни. По разговору с этим профессором я понял, что я буду выступать перед студентами первого курса, которые учатся на ветеринаров. И так выхожу я к этим студентам, говорю, здравствуйте. Немножко удивлен, люди все взрослые сидят. Я говорю, вы же первокурсники, а они говорят, нет, мы четвертый курс. Я говорю, вы же ветеринары, а они говорят, нет, мы бухгалтеры. Ну, я, слава богу, выкрутился, а тема все-таки универсальная. Но неплохо бы перед тем, как вы говорите с людьми, знать что-то о своей аудитории. Итак, что же нужно знать о своей аудитории перед тем, как выходить к ней? Или неплохо было бы узнать? Первое. Какой уровень образования? С кем вы разговариваете? По образованию. Дальше. Какой социальный статус у людей? Есть ли общие интересы у этой группы, о которых можно говорить, соответственно, это помогает привлекать внимание группы. Какие особенности языка? Можно ли использовать сленг или нельзя? Может быть, нужно использовать сленг, иначе вас не поймут. Можно ли использовать профессиональные термины или нельзя? Особенности языка. Какие события оказывают влияние на аудиторию? Если есть что-то такое общее, допустим, фирма проходит периоды реорганизации или в кризисе, вы, выступая перед сотрудниками, должны ясно понимать, что их всех это волнует. Это событие на них оказывает влияние. Или у них меняется начальник, или еще что-то происходит, они переезжают. Например, какие корпоративные особенности, какие нюансы внутри корпоративной этики, взаимоотношения между начальниками и подчиненными, как все это происходит. Если вы об этом знаете, вам намного комфортнее с ними говорить. Список вопросов можно продолжить до бесконечности. Но в любом случае есть такие вещи, которые мы можем понять только начав говорить. Например, как публика реагирует на шутки. Попробовали, тяжело идет, значит, по-другому. Или как публика реагирует на вопросы, которые вам задаете, которые вы ей задаете. Хотят ли люди отвечать, или они не привыкли отвечать, или они не привыкли перемещаться по залу, когда вы хотите сделать из них какую-то расстановочку. Вот эти нюансы, конечно, вам придется на ходу подхватывать, учитывать и под них подстраиваться. Идем дальше. Итак, сейчас мы поговорим с вами об одном очень важном секрете. Это секрет, в принципе, который не очевиден, немногие его понимают, от которого зависит, насколько внимательно и полноценно люди вас слушают и воспринимают важную информацию. Закон жажды. Не говорите ничего важного, пока вас не захотят спросить. Чтобы человеку продать воду, какой человек больше купит воды, который до этого ничего не ел, который до этого много пил или который до этого кушал соль? Конечно, тот, который кушал соль. Сначала надо кормить солью, а потом продавать воду. Вот соль, это, переводя в метафоры ораторского мастерства, это нечто, что я говорю только для того, чтобы слушатель меня начал внутренне спрашивать. Ну, что же конкретно ты хочешь сказать на эту тему? А я все еще даю ему соль. Я говорю, это будет так здорово, так важно, люди это так серьезно используют, так продвинулись в этом. Но молчу, ничего важного не говорю. Слушатель слушает, кушает мою соль и начинает внутри уже сгорать от любопытства. Ну, что на самом деле ты собираешься мне сказать? И только тогда, когда вы чувствуете, что слушатель именно этого спрашивает, вы говорите самую важную вещь. А вот, что я тебе хочу сказать, вот, что нужно делать, вот, куда приносить деньги, вот, как использовать это в своей семейной жизни. Каким образом подсаливать аудиторию? Ну, примерно три метода я вам предложу. И эти три метода, конечно, используются вокруг нас всеми, кто использует там голос, речь, тексты, рекламные кампании и все что угодно. Во-первых, начните говорить о том, как людям плохо живется без того, что вы им сейчас собираетесь рассказать. Второе, начните говорить о том, как им будет хорошо житься после того, как вы им это расскажете. И третье, расскажите о том, как другим хорошо живется после того, как они это узнали. Ну, к примеру, каждый из нас страдает от того, что не успевает за день сделать все запланированные дела. И при этом делает даже много таких вещей, которые и не нужно было делать. Он устает, вечером чувствует себя разбитым, нереализованным и, проще говоря, несчастным. Начинается новый день, человек просыпается с больной головой, понимая, что его сегодня ожидает то же самое кутерьма. Сегодняшняя тема посвящена тому, как построить свой день таким образом, чтобы в конце вечером найти счастье. Итак, мы посолили, сказали, как людям плохо, потом пообещали объяснить им, как будет хорошо. Теперь другой метод подсаливания. Друзья, в конце сегодняшнего занятия каждый из вас узнает, каким образом можно повысить стоимость своего часа с 300 рублей до 3000 рублей. Итак, мы сегодня говорим о том, как грамотно составить расписание своего дня. И третий пример подсаливания про других. По анализу журнала какого-нибудь, все успешные люди, которые достигли значительных результатов в своей жизни, это и такие, и такие, и такие, используют систему оптимизации задач на день. Именно эту систему сегодня мы с вами и изучим. Вот три метода подсаливания. Итак, повторю закон жажды. Не говори ничего важного до тех пор, пока аудитория не хочет тебя об этом спросить. Итак, слушатели жаждут. Они хотят знать, что вы собираетесь им рассказать. Что же теперь рассказывать? О чем говорить? И как говорить так, чтобы люди вас понимали? Тема или подраздел, который сейчас мы поговорим, называется «Главная мысль». «Главная мысль». Как сформулировать главную мысль своего послания? Это достаточно сухой термин и такая сухая часть. Приготовьтесь, включите вот сейчас голову, настройтесь думать очень усиленно. «Главная мысль» — это основная идея речи, выраженная в форме сложного предложения, которое отражает вашу цель, объясняет ее, иллюстрирует, доказывает во время всего выступления. «Главная мысль» — это предложение. «Главная мысль» состоит из темы и ремы. Но можно сказать даже не ремы, а рем. Итак, тема — это часть главной мысли, которая отвечает на вопрос, о ком, о чем пойдет речь или идет речь. А ремы отвечают на вопрос, что об этом, о теме вы говорите. Пример. Сейчас я проговорю главную мысль. «Я Алексей Осипенко, мне 31 год, я женат, у меня двое детей, люблю учить». Итак, «Я Алексей Осипенко, мне 31 год, я женат, у меня двое детей, люблю учить». Вы слышите главную мысль. Тема этой фразы — «Я Алексей Осипенко, о ком, о чем, речь идет обо мне». И четыре ремы — возраст, семейное положение, дети и мои личностные и профессиональные интересы. Если меня спросят неожиданно рассказать, кто я такой, например, на телевидении или в компании друзей, я, конечно, могу начать путанно вспоминать какие-то отрывочные факты из своей жизни, но если я изначально формулирую главную мысль, я Алексей Осипенко, 1, 2, 3, 4, то я запросто могу рассказывать сколько угодно времени о себе и при этом не путаться. Вот ясность, у меня будет предельная ясность моей мысли. Давайте попробуем сделать следующее. В рабочих тетрадях у вас есть тема «Сила духа». Пожалуйста, составьте главную мысль с этой темой «Сила духа» с использованием четырех рем. Вот что-то про силу духа скажите, четыре вещи, и все это оформите в одно предложение. Сейчас нажмите паузу и выполните это задание. Итак, идем дальше. Главная мысль формулируется для того, чтобы все ваше будущее послание было стройно, имело основание, имело четкую структуру. Если вы сможете все, то, что вы собираетесь сказать, сформулировать одним предложением, это значит, что вы очень хорошо понимаете вашу общую картину. Еще на что похожа главная мысль на белевую веревку. Вот пусть этот образ, он у вас осяет в сознании. Белевая веревка. Сначала веревочка, а потом на нее вешаются вещи. Штаны, рубашка, носки и так далее. Вот отдельные вещи на этой белевой веревке, это ваши пункты, разделы вашего выступления. А главная мысль это веревка. Чтобы пункты не путались, их нужно вешать на веревку. Теперь идем дальше. Когда главная мысль сформулирована, мы знаем в общем, что мы собираемся сказать, о чем и что мы будем говорить. Теперь переходим к тому, что называется пункты. На секундочку остановлюсь. Обычно, когда рассказывается, каким образом нужно строить выступление, говорят о трех частях. Это вступление, основная часть и заключение. Я думаю, ничего нового я не сказал для вас. Очевидно. Сначала начинаем, говорим то, что хотим и заканчиваем. Но очень редко можно услышать, что же говорить в основной части. Вот как начинать, мы знаем. Как заканчивать, знаем. А что говорить в основной части? Потому что иногда в основной части нужно говорить часа два. Может быть два дня. Да даже если 15 минут. Что говорить в основной части? Итак, прежде всего, у нас с вами теперь есть главная мысль. Она, белевая веревка есть. Переходим к основной части. В основной части, прежде всего, есть, банально, пункты. Пункт первый, пункт второй, пункт третий, пункт четвертый. Итак, сколько угодно пунктов. Очень много не надо. Четыре, я думаю, это очень хорошо. Ну, может быть, там семь пунктов. Некоторые советуют, что больше вообще не надо. Больше семи пунктов. Таким образом, ваша мысль должна быть четко фрагментирована, дифференцирована, разделена на отдельные пункты. И когда вы излагаете, старайтесь излагать последовательно. Сначала расскажите все про первый пункт. И потом скажите. Итак, переходим ко второму пункту. Расскажите все про второй пункт. Теперь переходим к третьему пункту. Расскажите про третий пункт. Двигайтесь последовательно. Не путано, а последовательно. Откуда берутся пункты? Вот смотрите, если у нас уже есть главная мысль, то пункты сами по себе это наши ремы. Ремы главной мысли. Они превращаются в пункты. Рема номер один в пункт номер один, рема номер два в пункт номер два, рема N в пункт N. В данном случае это очень просто. Даже по звучанию они могут быть похожи. Единственное, что когда речь идет о пунктах, есть некоторые правила, которые помогают оптимально использовать эти пункты. Во-первых, пункты должны быть сбалансированы. Когда вы спланировали свои шаги выступления, позаботьтесь о том, чтобы первый пункт, допустим, 10 минут. То пусть второй пункт будет тоже примерно 10 минут. И третий пункт тоже будет 10 минут. Если у вас первый пункт 2 минуты, второй 25, а третий 8, то, возможно, вам стоит даже как-то перекроить свою общую такую логику мысли, чтобы был баланс. Еще говоря о пунктах, есть такое правило. Пункты по своему звучанию должны придерживаться параллельной структуры. Это значит, если первый пункт звучит так, успех в бизнесе, то второй пункт по структуре должен звучать так, успех в семейной жизни, успех в личной жизни. Тогда логика очевидней для слушателей и для вас самих тоже. Когда вы излагаете пункты, чтобы слушателям было проще вас понимать, делайте следующее. Всем своим телом показывайте переходы от пункта к пункту. Если бы можно было мне даже сейчас вам показать и ходить из стороны в сторону, то я всю площадь зала, которая отведена мне как выступающему, делю на количество пунктов, которые я говорю. Подхожу в одно место, становлюсь там и говорю. Вот первый пункт такой-то. Перемещаюсь и говорю второй пункт такой-то. Перемещаюсь еще, третий пункт такой-то, перемещаюсь еще, четвертый пункт такой-то. Позволяю слушателям понять логику моей мысли, понять, каким образом я буду развивать свою мысль. Итак, обобщу вышесказанные пункты. Нам нужны, чтобы самому лучше понимать и структурировать свое послание, и чтобы слушателям понимать то, о чем мы говорим. А теперь мы углубляемся еще дальше. Конечно, мы можем назвать пункты 1, 2, 3, 4, хоть 25. Самое сложное вот в чем. Что говорить внутри пункта? Вы знаете, было время, хотя оно даже не прошло, когда я слушаю некоторых людей с замиранием сердца. Они говорят по полчаса, а я ничего не понимаю. И ощущение, что человек тоже ничего не понимает, но он старательно говорит. И на заре, так сказать, своего обучения ораторскому мастерству, я пытался разобраться, ну о чем же говорить там внутри, что же должно входить в пункт. Сегодня я это точно знаю, и сегодня вы это тоже будете точно знать. Итак, если посмотреть на, в общем, выступление чуть-чуть сверху, то мы имеем вступление, конечно же, пункт 1. Внутри пункта есть объяснение, иллюстрация, аргументация и применение. Есть пункт 2, где по логике то же самое присутствует, в принципе, пунктов сколько угодно, но в конце мы делаем заключение. Что такое объяснение? Объяснение — это та часть ваших слов, которая отвечает на вопрос, что это значит. Аргументация — это та часть ваших слов, которая отвечает на вопрос, почему это правильно. Иллюстрация — на что это похоже, отвечает на вопрос, на что это похоже, и применение отвечает на вопрос, что с этим делать. Давайте теперь по порядку. Объяснение. Дело в том, что все люди живут в разных мирах. Даже если мы сидим рядом за одним столом, вот посмотрите на того человека, который, возможно, сидит рядом с вами, осознайте, что он живет в другом мире. Вот вы живете в одном мире, а он живет в другом мире. Этот мир ограничен нашим понятийным аппаратом. То, о чем я думаю, то, как я воспринимаю окружающие объекты действительности, то, какими смыслами я наделяю термины, определяя тот мир, в котором я живу. И когда я, оратор, начинаю общаться с людьми, то я живу в своем мире, транслирую людям информацию из своего мира, а слушатели воспринимают ее внутрь своего мира. И что получается? Возможно, мы так никогда и не встретимся. Возможно, все, что я говорил, оно пройдет мимо. Поэтому объяснение необходимо для того, чтобы познакомить людей с терминами и объектами моего мира, в котором я живу, договориться о том, как мы будем использовать те или другие понятия, дать людям понимание, откуда берутся те или иные мысли в моих фразах, в моей речи. Объяснение. Какие можно использовать инструменты для объяснения? Какие есть законы объяснения? Во-первых, поймите, следующая вещь. Человек воспринимает только то, о чем он уже немножко знает. Только то, что увязывается с чем-то в его сознании. Находит какие-то ассоциативные связи или напрямую смысловые связи. Поэтому, когда вы пытаетесь чему-то научить, очевидно, новой информацией для людей, постарайтесь учить от известного к неизвестному. Сначала найдите то или догадайтесь о том, что человек об этом уже знает. А только потом, к тому, что он знает, добавляйте новую информацию. Вот в этом комплексе то, что вы говорите, будет усваиваться намного более эффективно. Это некая концептуальная вещь, концептуальный подход вообще к объяснению и к научению. Но идем дальше. Используйте определение. Большая проблема в том, что есть многозначные слова. Во-первых, есть термины, с которыми одни знакомы, другие незнакомы. Вы знаете, меня во время, когда-то я учился, недавно это было, очень сильно раздражал.